Ну что же, всем доброго вечера, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила и Гром. И у нас, как обычно, на этом канале Южная Америка. Сегодня вас ждет огромное количество игр и трибу три целых. Сейчас мы начинаем со второго дивизиона и Интеритус против Горилла Спрайт. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Впереди вся ночная дота у нас с вами, поэтому будем. Будем кайфовать, будем наслаждаться. Ну а пока, перед тем, как мы начнем данное торжество, я вам оповещу, что наши друзья из Винлайн думают по поводу этой встречи. А думают они следующее, что Горилла Спрайт, здесь явные фавориты. 1.16 на них коэффициент, на Интеритус коэффициент 4.20. Также, если хотите получить первый и, соответственно, приветственный бонус от наших друзей из Винлайн, кликайте на баннер под окном трансляции и, соответственно, можете эту тысячу потом, соответственно, сделать предиктом на любое событие. Вот, ну, опять же, да, коэффициенты во многом, наверное, здесь оправданы заочно, но будем непосредственно уже в матче смотреть, кто как себя покажет. Потому что мы вот с Милой вчера, или позавчера смотрели матч, да, и у нас бесткоусты отлетели от команды, которые шли на пятом месте. То есть, хотя до этого ребята ни одной карты не отдали. И вот здесь может быть то же самое, что фаворит на бумаге может оказаться, ну, ни с чем. Да, так и есть всегда. Вообще, на самом деле, в Южной Америке не то, чтобы много каких-то необычных встреч, которые вот действительно удивили, но вот как раз Бесткоуст против Инфомас, это было удивительно. Теперь же мы будем смотреть, ну, Горелла Спрайт, чтобы вы понимали, находится на третьем месте, счет по играм у них 3-1, и Интеритус находится на четвертом месте, и у них счет по играм 2-2. Вчера, конечно, они показали тоже не самую лучшую игру, на мой взгляд, против Ауэй, либо Волф Тим. Они им проиграли, я напомню то, что было вчера, потом с счетом 2-0, что тоже очень интересно. Ну и драфты на ваших экранах. Никс, Квин оф Пейн, Дизраптор и Тимбер от Интеритус, Бейн, Тайтхантер, Худвинг и Лина от Горелла Спрайт. По позиционкам, скорее всего, у нас у Интеритус все понятно, Дизраптор, Никс, связка с абортов 5-4 позиция, Тимбер на тройку, Квин оф Пейн в мид, Интеритус остается добрать себе кого-то лишь на первую позицию. Ну и Горелла Спрайт также показывают своих саппортов Бейн и Худвинг, Тайтхантер тройка, Лина в мид, и также им остается взять кого-то на легкую линию. Да, ну и Ласпик будет именно у Горелла Спрайт, поэтому, ну, ребята здесь будут иметь некую преференцию, но на второй карте уже, соответственно, Ласпик будет у команды Интеритус. Так, ну кого еще в бан отправляют? Антимага отправляет бан команду Интеритус. Ну и теперь последнее слово за командой Горелла Спрайт, кого они не хотят видеть на позиции. Один уже ушел в бан у нас Разор, минус Фантомка также, что могло бы в перспективе быть на позиции 1. Ну, честно говоря, смотрится пока какой-нибудь Кунка тоже на позиции 1 очень-очень, даже неплохо, если честно, для команды Интеритус. Возможно, его сейчас отправят в бан команда Горелла Спрайт. Сейчас узнаем. Есть еще дополнительное время подумать. Но Кунка здесь, на самом деле, и правда смотрится очень плохо. Неплохо, да? Для Горелла Спрайт? Нет, для Интеритус. Мне вот кажется, как раз для Горелла Спрайт неплохо смотрится Кунка, потому что там Queen of Pain уходит на блинке, можно на крест ловить тимбер, в принципе, тоже имеет определенные возможности эскейпа. И, если так посмотреть, у Горелла Спрайт имеется Лина, которая также уже наносит урон с руки, при том, хороший урон с руки. Им нужен еще такой более танковый герой, учитывая двух саппортов Бейна и Худвинг. А вот Интеритус как раз дамеджа с руки немного не хватало. У них есть танк, у них есть магического урона очень много. Queen of Pain, в принципе, может бить с руки, но не сказать, что она прямо в лейте всех убивает. И вот появляется герой, который быстро фармит, это Луна, потому что с пуш-потенциалом были определенного рода проблемы. Ну, а здесь главное сейчас не проиграть команде Горелла Спрайт именно с выбором последнего персонажа, да, потому что нужен герой, который тоже будет быстро фармить. Ну, это Герокоптер, да, Герокоптер. В принципе, здесь смотрится очень плохо. Осталось понять, как Финс Греб сбивать команде Интеритус. То есть, да, понятное дело, в первую очередь это будет Квапа стараться за спинберг, где-то будет торчит, либо Никса где-то будет в разведке. Ну, или, опять же, да, может стать экштормом Дизраптор, подпортить жизнь Бейна. Ну, вообще, в грамотной позиционке, как мне кажется, вот драфт на исполнении мне вот гораздо больше интереснее команды Интеритус. Не знаю, согласишься ты или нет, но вот так вот страны именно Интеритус понравятся больше. Ну, посмотрим. Тут зависит еще от лайнапов, как они сыграют, да, потому что старт для Лины очень важен. Лина крайне неприятная будет для Квапы на первых как раз-таки левелах, да, поэтому Лина. Ну, Центр точно здесь проигрывать не будет. В принципе, Луна стоит неплохо против Тайда и Худвинка, но главное здесь Луни не загуливать, потому что прям какого-то суперкрутого подсейва нет, если не брать его в расчет Дизраптора, ой, да, Дизраптора, который может глимпсонуть. Вот, ну, посмотрим. В первом левеле, как правило, Дизраптор берет Тандрастрайк, харасит линию, харасит саппортов, вот, ну и старается для своего кора обеспечить максимально приятное начало. Ну и Никс в оффлейне будет с Тимбером, вот Тимбер как раз-таки против Герокоптера стоит очень и очень даже неплохо, и, честно говоря, мне кажется, оффлейну команда Интеритус здесь вот выглядит, ну, знаешь, если сравнить оффлейн команда Горилла и Спрайт против Интеритус, и оффлейн Интеритус против Горилла, то есть тут у Интеритус тройка реально вот, ну, по профит не выглядит на первых левелах точно, ну, до шестого левела, до первого файта и так далее. Так и есть, но мне очень не нравится, как исполняет третья позиция Интеритус, если честно. А, именно сам исполнитель, как он жмет кнопки, ты имеешь в виду? Да, да. Он, допустим, вчера была серия, и он, конечно, показал себя, ну, прям, реально с плохой стороны, что как раз нам его показывают. Вот, предыдущая игра у него поражение. Это уже о чем-то говорит, да? Ну, да, да. Ну, несмотря на то, что он 14.8.16 статистика, ну, все равно. Ладно. Тимир, кстати, вообще, в принципе, один из моих любимых героев, потому что он универсальный с точки зрения того, что если против тебя прям явный фазовик, ты чувствуешься на линии неплохо, ты можешь, в принципе, ну, это, опять же, пабликовские все рассуждения, ты можешь, действительно, и начальную игру в соло выиграть, что на центре, что в оффлейне, вот, поэтому главное, чтобы тебя команда сильная. Нет, тимир в этом плане, это, конечно, вот, действительно, для меня это больше герой из паблика, то есть, очевидно, там, хороший тимир, он много делает всего в рамках лайнинг-стадии, на инициации, из него никакая. То есть, даже вот сейчас мы смотрим на Пик Интерритус и понимаем, что, да, в теории Дизраптор может начать с глимса, Никс как-то в Вендетте подловить, Квилл в Пейн запрыгнуть, но так же не хочется идти куда-то вперед. Смотришь на драфт Прайд и понимаешь, там есть Тайтхантер, которого ты будешь бояться с глинком, в любом случае. И вот линию ты можешь выиграть, а по игре потом очень серьезно просесть. А если ты выиграл линию и много с этой линии вынес, то потом на тебе можно очень легко кормиться. Единственное, что непонятно, будет ли тут Лина делать себе сильвер, потому что этот артефакт уже не так часто отличается, что на линии, что на герокоптере. Но могут об этом задуматься при какой-то необходимости, если этот тимир будет действительно опасен, если этот тимир будет наносить большое количество урона и являться проблемой для них. Также не забывайте, дорогие зрители, что партнером трансляции является Хэвэл Джолианом, эксперт по зрелищным каткам. Хотите узнать больше, переходите по ссылке в описании. Так, ну здесь Горилла Спрайт перезаходит обратно, вроде все готово к возобновлению игры. Ну, сетуют ребята на перуанский интернет с Ампи. Ребята, извините, но это перуанский наш интернет, не дает нам нормально начать игру. Ну да ладно, главное, чтобы посередине игры или посередине кого-то файта не была вот эта курьезная пауза, которая может на самом деле очень сильно поменять расстановку сил в драке. Правило, во время файта уже паузу ставить не то чтобы нельзя, это прям БМ чистой воды. Поэтому уважение превыше всего. Так, ну 2-2 судя по всему по руну будет, да, потому что Лина, конечно, молодец со станом, но против Никса здесь забирать руну ни в коем случае не стоит. Ну и Никс понимает, что у него тратить ничего здесь не будут. А вот ракетка полетела, но да, за Никсом никто особо не погонится. Да, там 310 МС, хороший вырожденных Периген, переармора. Так что здесь ему ничего, гирокоптер не делает. Ну и по крипстату посмотрим, на самом деле, как здесь Лина отстоит против Квапы. У Лина здесь 3 Iron Branch, Free Fire, Free Fire, Free Fire, да, у меня все ребята. Ну и тангуйся. Ну и на первом левеле вкачивает себе Scream of Pain Квапа. Добивать дальничку, конечно, приятнее. Еще из интересного, сразу же Queen of Pain сняли вард в миде, то есть она будет без хорошего какого-то вижена. Поставили еще такой вот глубокий вард для того, чтобы курьеров вначале подрезать, потому что больше этот вард ни на что не способен. Ну и чаще всего, когда у тебя плюс-минус мобильный герой на 4-й позиции, там либо вивер, либо белка нормальная, мирана какая-то, он как раз можно будет курьеров поубивать. Так, ну и как и предполагалось, на центре будет довольно ровно. 4-0 Квапы, 3-2 у Лины, ну и здесь сверху. Больше интересно, как здесь будет позиционировать себя Никс. Ну Никс с Эмпейлом на первом левеле, это дело понятное все. Пытается здесь гонять гирокоптеры, чтобы не дать им добить дальнего крипа. Ну и вот размен тычками от Бейна и у Никса, слушай. Ну у Бейна так-то 58 белого урона с руки, это такая себе перспектива с ним махаться для Никса. Так, опять лаги. Лаги, правда, теперь уже у команды Интери тут. Ну вот, что, прям, не знаю, это проблема. Слушай, вот ты уже очень много комментируешь Южную Америку, это практически каждый турнир у Южноамериканцев вот так вот? Серьезно, да? То есть у них не бывает идеального старта. Еще когда начинается Северная с Южной Америкой, там вообще весело. Ну, даже не знаю, честно говоря, вот пацанам, ну, у них есть организации, понятное дело, которые базируются именно, соответственно, в Перу, либо еще какие-то там Южноамериканцы страны, но в Европу, конечно, дорого переезжать. Ну, еще видно. Тем более там, особенно в Южной Америке, вообще другие зарплаты. Да, да, то есть там, ну, там нет таких, там, 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов зарплаты, там, ну, поменьше. Там, двушка, это уже, по-моему, хорошая зарплата. И то, сомневаюсь, что у всех команд, там, даже в первом дивизионе Южноамериканского региона, да, то есть есть такие зарплаты. У кого-то тысяченка, у кого-то тысяченка с лишним. Даже меньше тысяч, я думаю, у кого-то есть. Ну, там, да, действительно, совсем другие расценки. Вот кто-то у нас в СНГ и Европе. Ну, у нас действительно высокие зарплаты, но по сравнению с Северной Америкой, конечно, все равно у нас чуть пониже. Потому что какая-нибудь топовая северная команда, а-ля ЕГЭ, она, конечно, имеет там зарплату. Огромная. Бывает и в два раза больше. Но у них только у Evil Genius такие зарплаты. Знаешь, сколько поимимого Evil Genius'ов с командой в Северной Америке? Да, да, то есть, ну, это понятно. Я имею в виду, сами организации богатые, а-ля как Liquid, Evil Genius и так далее. Они всегда, ну, действительно, хорошие зарплаты делают в своем составе. Во-первых, потому что составы сами по себе довольно перспективные и потенциальные там фавориты на всех крупных турнирах. Так и сами организации еще зарабатывают с других дисциплин, с рекламных офферов. То есть, это же, да, вот Liquid, это ЕГЭ, то есть, это, честно говоря, пока еще никто не приходит. А 100 воров, очень много организаций, которые действительно обладают огромным потенциалом, с точки зрения. Получение рекламы и так далее. Ну, да, только вот сейчас, как говорится, зарплата хорошая, а визу не получается. А Nightfall на скамейке запасной? Да, один из лучших игроков, которые сейчас вообще возможны. Кстати, я, честно говоря, не понимаю, почему. То есть, не устроил Артура, что, как играет Егор? Так нет, подожди, там связи и проблемы нет? Вот не знаю, вот и я не знаю именно причину, почему Nightfall посадили на скамейку. Ладно, тут пока ФБ у нас от Бэйна еще и курьерчика подрезал. Ну, здесь Бэйн, конечно, линию засолил. Так вот, нет у меня понимания, почему именно Nightfall... Я официального кого-то анонса не видел, по какой причине он сел на скамейку. Так, у нас в миде еще доминировать начинает все больше и больше Лина. Но благодаря тому, что Никс прилетел и забудил Боттл, сейчас немножко попроще будет стоять линию. Потому что Лина как раз без ресурсов и, возможно, даже либо... Ну, у нее бантоз есть, но так зонит Queen of Pain, что она вообще может еще и забрать этот бантоз. И вот тогда Лине нужно будет просить кого-то. Если бы она так сделала, это было бы вообще идеально. Да, Лине здесь тяжело стоять. Там даже на стан, на самом деле, нет маны. Сейчас быть в два скрима в Пейну у Квапы умирало бы 100% здесь Лина. Но Лина по Крепстат, на самом деле, все равно идет лучше. Да, то есть у нее проблемы только за счет того, что Никс Боттл забудил. Видишь, еще зонит Квапа благодаря этому муву. Так Лина линию выигрывала. Как у нас у Герокоптера дела? У Герокоптера 18 крипов, 19 крипов у Луны. То есть два кора фармать неплохо. Поставил кинетик. Планировалось нападение на Луну, но все вроде бы неплохо. Тем более фасочка имеется. Еще и без маны. Тайтхантер, правда, стики имеются, которые он использует. Кстати, тут на самом деле Худвинг может забрать. Ага, забрали. Ну, умрет, по идее, дезераптора, если догонит его. Ой-ой-ой, как-то тычечка. Ушел в тень, видимо, товарищ дезераптор. И по нему тачка не прошла. Ну, и надо улетать отсюда. Подожди. И, ну, не дал опыт, окей. Дал денег немножко своему сопернику. Там для дезераптора даже было выгодно так сделать. У него ресурсов уже немного было полностью. Сейчас купит, возможно, какой-то реген. Хотя я не вижу у него денег. Ну, потому что тангус иметь было бы неплохо какой-то, учитывая то, что Лины абсолютно без регена. Луна без регена. Так, ну, у нас здесь, как себя чувствует, тимбер. Тимбер левел 5, в 2 у него тимбер чейн, в 3 реактив армор. Ну, и на самом деле, вот гирокоптер будет очень сильно страдать с получением 6-го для тимберсов. Ну, ладно, сюда придет Бэйн. Поставит сентрячок на клип или нет? Бэйн просто подходит и секьюрит возможного курьера здесь. Или хочет задетектить спаун крипчиков. Да, слушай, здесь довольно интересно. За Брэйн саппел немного хп здесь от Микса. Ну, тачкуется, тачкуется. В принципе, в принципе, 6 стиков, фейрик есть. Ну, почему бы и нет. А вот и видит курьерчик, которого можно подрезать. Но курьера подрезать пока не получится. Глубокий вард имеется, да. То есть, буду знать, если будут какие-то стаки. Третьего уровень, если был, то с вторым брейнсапом было бы уже поинтереснее. Второй уровень получает у нас Никс. А там нападение на Тимбера, да, я так понимаю? Ну, Тимбера, здесь, игре пофигу. Там уже и колечко на реген, там и стики, в тройку реактивармар. Поэтому Тимбер стоит дальше, себя чувствует максимально комфортно. А в это время он все-таки потерял колдаун Гирокоптера. Ну, попытка выйти здесь на Никса. И Никс, ну, по идее, здесь будет умирать. Постарается умереть от крипов. И крипы его убивают. Отличная работа. Потянул время. Развлекался вражеского саппорта. Алина левел 6. Была разряжена лагуна Блейд. Но, правда, непонятно в кого. Ну, в Квапу, я так полагаю, или куда? Да, Квапа была, перемещение было от Белки. Ушла буквально там на 50 хп. Но все-таки ушла. И лагуна в кулдауне. Хотя там такой кулдаун. Большая поманья проблемы у Лины обычно с этим моментом. Собирается ветроволопа стандартно. Подловили с Раптором. Притом Тао забирает этот фраг. 186 золота. Приятно, можно на базу сходить. Там уже лагуна откадешится. Правда, крипы по Тавору умирают. Но Белка должна сейчас этот экспириенс получить. Так, здесь капельки выбивает постепенно луна у Тайдухи. Тайд так, на самом деле, на лоу хп может не уйти. Но стики прижимает. Благо, у него есть бросирочек. Есть у него соло ринг. Поэтому, да, Тайд действительно очень-очень плотный. Появляется Равага. Если, кстати, плюс 1 на ля там прилетит, если худвинг, то луна здесь погибает. Да, у него здесь 10 дистиков, но там все равно за Равагу. И за третьей энчерсмэш его довольно быстро разберут. Здесь луне бы лучше не увлекаться таким глубоким фармом крипов. А лучше уйти в леса. Что он, в принципе, и делает. Так, ну, гирокоптер 56 на 6. Крипстат. Топ крипстат на карте. 46 у луны. Но луна, опять же, да, уйдет потом в лес. И будет бесконечно воеваем там фармить, пока не вынесет самый нужный артефакт. Погибает гирокоптер. Вот только я об этом сказал. А в это время Лина не попала лайтстрайком. И более того, здесь еще сам может встрять очень-очень сильно. Активировал руну волшебства. Но здесь Лина никуда не уходит, дорогие. Даблкилл для квапы. Очень важных героев потеряли. И мидера, и первую позицию, у которых все было неплохо по нетворсам. Причем ни за что. Да, так оно и было. То есть вообще вот зайти так нагло в вражеский лес. Уже можно было подумать, что здесь какой-то вижен стоит отправить саппорта. Тоже самое у Худвинг. Он стоит в миде, постоянно экспириенс получает. А вот варта разбить как-то не получается. Притом такой очевидный вард. Так, вот арканчики прилетели для тимбера. Но и Т1 вышка постепенно страдает. То есть там в 4 реактив армор. И, ну, тимбер с таким количеством хп, конечно. Ну, и с количеством армора здесь ему вообще по барабану. Так что, да, вышка будет падать. И постарается на луна ее залазить. Ну, прожимает команда горилла спрайт глиф. И постарается здесь разменяться на Т1 снизу. Ну, это дополнительный размен. И прилетает Худ для Тайтхантера. Хотелось бы, наверное, смог реализовать равагу. Потому что сейчас действительно команда горилла спрайт очень и очень сильный в своих файтах. Но, опять же, нужен 6-й левел для Бэйна. Пока у него 4-й с небольшим. Поэтому можно уже временить, наверное, с этой. Хотя смог у Худвинг уже есть. Хотелось бы тоже заполучить ульту. Ну, а как только получит 6-й Худвинг и Бэйна, я думаю, сразу же первый смок-тое у нас и пойдет. Так, первые шмотки полетели. Брумхендл и маска на Аджор. Ну, и Лисочки будет дальше себе спокойно фармить. Имбер, у него есть Сулринг, поэтому... Арканчики также. Манны. Манны проблемы у него не будет. Травела для тебя, для Лины. Так, здесь Реген забирает Куину Пэйн. Ну, вообще, кстати, странно. Лина могла попробовать уже подловить на этом моменте. Сейчас хотя бы того же самого Никса забрать. Куину Пэйн, Соник Уэйн забирают в итоге Худвинг. Переключились на Никса. И Никса также не забрали. Хотя могли с реведжем. И до сих пор дают своих героев. Луна в это время сейчас погибает на топе. Да, еще один удар. Гирокоптер собирается через вот этот айтембеллд кристалли с Ганим, о котором я говорила. А в это время потеряли своего мидера. Реведж был потрачен 5хантеров. И они просто, опять же, даже с реведжем теряют Лину. Это, конечно, не очень сам хороший результат. Опа, вот и шестой появился для Бэйна. И тут, на самом деле, все могут встрять. Финсгрип был потрачен. Вот, наконец-то, смогли что-то сделать. Ой, как же здесь Никс шикарно сыграла. Просто царь. Ник, конечно, батя. Засейвил здесь, конечно, квапу. И полетел Эклипса от Луны. Пытаются, да, возвращаются здесь Тайтхантер. Тайтхантер здесь вдруг без шансов. Но, опять же, пытался здесь гирокоптер подсейвить. Ну и отдал все-таки, кстати, к Штормзит из Раптора. На всякий случай подсейв, если кто-то бы решился зайти на хэйграун со стороны команды Горилла Спрайт. Но пока нет явного преимущества для одной либо для другой команды. Все-таки меньше тысячи у команды Горилла Спрайт. Но по обжективам что? 1 на 1. Внизу и сверху поломали друг другу товара. Ну и на центре здесь больше половины хп у команд Горилла Спрайт и 420 хп у Т1 башни на центре у Интеритус. Ну, Луни надо пофармить. Луна, конечно, хорошо, что здесь вышла на центр, подзаработала экспы. Совсем скоро появится уже и Драгон Лэнс. Ну и потом, конечно, БКБ здесь будет необходимо слишком пуговое урона. Ну и задача Бэйна, конечно же, будет держать именно Луну. Стараться, задача Никса, все это дело, сбить либо же от Дезраптора. Глимс, правда, нужен побольше в единичку, иначе там дистанция будет не слишком большая, чтобы сбить. Да, я думаю, сейчас уже можно максить будет Глимс. Так, ультима это белки, забирают Никса. Луна, подловили два саппорта, разделались. Как говорится, мелочи приятны. Тем более, белка, она при крутых артефактах может очень много неприятностей создавать. Подпушивают, попытались, по крайней мере, подпушить мид. Понимают, что реводж еще в кулдауне, и, в принципе, могли бы попробовать подраться, учитывая там еще и у Бэйна был фенцгриб в кулдауне, но уже близятся вот эти ключевые ультимейты, главные кнопки, против которых пока Интери тоже задраться не намерены. Ну, или не очень вы хотели. Очевидно, что Тимбер, конечно, плотный, но все-таки Тимбера ты не будешь давать основной урон. Как раз фокус должен быть по Клину Пэйни, который собирается через Сашу Каю. Сейчас, наверное, один из самых популярных героев, артефактов для этого героя. Единственное, что, наверное, можно еще подумать про АБКБ. Поставили Сентрячок, и вот этот Сентрячок палит Никса. Квин оф Пэйн прыгает. Заслипали именно Никса. Два саппорта выигрывают очень много времени, на самом деле. Но Квин оф Пэйн стики, и пытается уйти Бэйн с помощью телепорта. И у него это получается сделать. То есть Квапа потратила Соник Вейв, убить героя не получилось, она в это время не фармила. Единственный плюс, который сейчас можно сказать для Квапы, в том, что Соник Вейв был использован под аркейной друной. Поэтому он появится чуть раньше, чем... Ну там еще и вендетта была потрачена от Никса, поэтому в любом случае здесь по скиллам очень жестко просела команда Интери. Тут сейчас принимать дураку вообще не хочется. Без Соник Вейва вообще не хочется. Понятное дело, у Луны есть Эклипс, есть Статик Торм, но вот без подкрепления от Соник Вейва это, конечно, будет тяжеловато. Квапа забирает Смирона Инвиза, ну и пока что на центре все равно ДПСВТ-1 вышка. Понимаю, что запас здоровья у нее небольшой. В это время Луну сверху забирают в троечка. Да, очень хорошо смог. Да, потратили Луну... Ой, потратили ульту Ухудвинка и потратили Лагуну. Ну они как раз быстро откадешатся. Бейн не стал прожимать Венс Гриб. Это значит, что две очень важные кнопки до сих пор не в кулдауне. Луна сама, честно говоря, зашла слишком глубоко. Уже должна была понимать, давно не было видно нескольких героев. Ты в этой позиционке, особенно учитывая, что у тебя какого-то прям... Ну ее вот здесь вот фартов был, она думала, что она в безопасности. Конечно, желательно все-таки поближе к своей тройке находиться, либо иметь за спиной какого-то саппорта. Либо просто отправлять Никса, чтобы он, если в такой вот смог, разреверил его и не подпустил врагов. Кстати, Квапа вообще ничего не прокачала пока что по древу талантов. 11 левел, сейчас будет 12, возьмет в 2 Sonic Wave. И я думаю, только на 13 возьмет себе первый какой-то талант. Либо 11 к силе, либо 20 к ровну, либо вообще пропустит, возьмет потом к скорости атаки. Так, ну посмотрим, Худвин пока здесь фармит лесочек. Дивардинг в исполнении Дезераптора. Поставили об сервер и вот здесь, конечно же, никуда не уйдет. Худвин не потратил, так скажем, точнее не пожадничал. Соник Вейф Квапа, понимает, что, в принципе, откатится. Раз в 2 минуты можно так отходить кого-то шотать, зарабатывать деньги и экспу и дальше по линиям ходить и сплитить. Ну вот интересно, что там у Лины. Лина взяла себе правую ветку талантов, 25 к урону, но это понятное дело. Ну и через 1500 у нее будет БКБ. И, соответственно, Лина будет очень грозным соперником для команды Интеритус. Ну а здесь Тимбер пока что у нас с Энджем, с Худом. Нападение на Тайда, ну, такое, как у нас нападение. А вот теперь Статик Шторм. Тайт Хантера должно быть, ну, не так все равно, если поможет Тимбер-Тимбер. Нет, пускай Тайт Хантер успел дать реведж и блинкаут отсюда. Здесь Статик был потрачен, но ультимейт от Белки, и это минус Никс и минус Queen of Pain. Вот так вот все вышло не самым лучшим образом. Изначально не очень хорошая идея была, наверное, на Тайт Хантера Статик тратить, либо уже добивать его в этом Статике до конца. А так успевает Тайт Хантер реведж прожать, в итоге минус 2 героя и минус, скорее всего, вышка в миде. Благо еще не ушла. Причем пошли же еще и без Соник Вейва. Только-только Соник Вейв квапа отдала, они все равно пошли драться. Ну вот непонятно зачем. Все вообще бредовая ситуация была. Ладно, здесь на Тимбер нападение в лесу, очень сильно страдает плохо по Дизраптору, потому что там все-таки флагкэнон в четверочку вкачан у Гирокоптера, и там действительно долетает не очень-очень больно. И вот Дизраптор как раз-таки отключается. Ну, надеемся, это ненадолго. Ну, опять же, пишут, да, Перу, Перу. Ну, все мы знаем, Виволя Перу. Так. Так, у нас пока что первую строчку на Торса держит Гирокоптер 9700, и, кстати, на 2000 Луна отстает. Что примечательно, да, потому что Луна-то все-таки герой, который очень-очень быстро фармит. Ну, вот Гирокоптер здесь переезжает аж на 2000. Там уже и Аганим, и Кристалис, потом БКБ, и сразу же, я думаю, Сильвер Эдж какой-нибудь для Гирокоптера. Кстати, что у нас по коэффициентам пока пауза от нашего партнера Винлайн? Изменились они как-то? Так, пока на первую карту 1.16, и 4.20 на Горилла Спрайт, и 4.20 на Интеритус. Ну, а на матч Горилла Спрайт 1.12, и 5.0 на Интеритус. Пауза. Готовы, готовы. Пишет нам Горилла Спрайт, мы тоже готовы смотреть. Гирокоптер следующим слотом выбирает себе Сатаник. Ну, честно говоря, учитывая, сколько магического урона у Интеритус, не думаю, что это отличное решение. БКБ здесь смотрелось гораздо лучше. Даже не понимаю, почему он выбирает именно Сатаник. Я думаю, еще на самом деле передумает. Вот, да, сейчас у него он поставил себе БКБ, а потом только Сатаник. А, ну вот это уже смотрится логично. Просто как-то... Кстати, не раз обращал внимание, когда мы с тобой комментировали, допустим, обращаем внимание на сборку, стоит сначала один итан, потом бац, парни, буквально через 20-30 секунд, они меняют свою раскладку, да, то есть потом... Меняют шмотку, меняют последовательность этих шмоток, как, к примеру, сейчас появился БКБ, а потом Сатаник. Мне уже, не помню, Лост или Смайл говорил, что у меня с Америкой какая-то связь, потому что я только говорю про какую-то сборку, что она не совсем хорошая, и он сразу же, сразу же меняет. Я, кстати, это хотел только что сказать, но почему-то не сказал. У меня это было в голове, то же самое. Ну, подожди, ну ты сколько уже на Южной Америке? Мне кажется, ты эту доту знаешь даже лучше, чем сами перуанцы. Мне иногда тоже так кажется, мне на самом деле жалко, что вот я комментатор могла бы... Читрайд Мила на центре. Я думаю, тебе скоро такой оффер прилетит от Южной Америки. Ну, хватит комментировать, пора доказывать, что ты лучше. Тогда уже нужно в Песков, кстати, или в Тандеры, не знаю, куда-то туда, в первый дивизион. А ты на какой позиции, кстати, играешь? На первой. А, ты на коре прям, да? А я всегда играла на первой позиции. Не знаю, с приман виртус проще, когда я играю. Так, ну ладно, здесь очередная попытка на Т1 Тавр нацелиться у команды Интеритус. Прилетает ракетка, тут, ну, вроде Квапа успеет уйти, но разбили эту ракетку, более того. Раваги нет еще минуты. Это прекрасно понимает команда Интеритус, они знают всю свою силу, у них все ультиматы есть, поэтому нужно им, ну, банально захалдиться. Раджи Прайдер, говорю, принимать драку было вообще не нужно. И то они подловили еще и Дезераптора, можно сразу же его забрать. Дезераптор не стал, очевидно, тратить статик в такой ситуации, Луна уже была далеко, возможно, подцепит кого-то. Бэйн, Курьера, потерялся его, здесь встречают Квинув Бэйна. Бэйна сейчас берут, скорее всего, его. Но подходит Тайтхантер, Луна, Бим, Тайтхантер реведжи до сих пор кулдауне. Квинув Бэйн, опять же, очень везет ей постоянно под Аркейн руной. То есть, там, блинки, все это Скримов Бэйн, все быстрее появляется. Никс получает ракетку, будет доджит с Карапасами. Хотя сейчас Карапас-то закончится, ой, как-то не доиграл он в этом моменте. В принципе, это и не важно. То есть, вот сейчас был такой показательный мини-файт, когда даже без реведжа, без лагуны, без финсгриппа смогли просто по макро-игре забрать двух саппортов. Тут, на самом деле, еще и финсгрипп мог разрядить Бэйн, но понимал, видимо, что кнопок в догонку нет у его тиммейтов, чтобы дофокусить в аппу. Потому что гаш был потрачен, ракетки не было у гирокоптера, и поэтому решил повременеть для более хороших времен. Ну вот, постепенно преимущество растет. Вот у Горилла Спрайт уже 3000 металлорсов, они впереди. И Луна отстает уже почти, ну, 2500, почти уже 3000 отстает она от гирокоптера. И Луне нужно как-то возвращаться. У нее есть бэкабеты. Удачный следующий файт, она действительно вернется в эту игру на Квиксильвер Амулет, либо же Грофбоу. Ну, Грофбоу все-таки для дальности атаки оставляет, и для скорости атаки. Ну, посмотрим. То есть, Т1 сломали на центре, потеряли тоже Т1 на центре. Поэтому вот здесь Квапа в смачках пошла на вылазку. Но теперь там тоже есть все ультимейты, и есть БКБ для Лины, вот что важно. Потому что Лина здесь внесет очень много урона, если кто-то ошибется очень сильно. И Лина прилетает на траволах, а сейчас главное не подставиться Лине, либо успеть прожать БКБ. Белка поэтому стоит впереди. Не поставили никакой центре. Вот я смотрю, что Белка по вижену, конечно, уступает Бейн. Где же центрячок? Вот, у нас возвращают Белку. Ладно, то, что Белку заберут, это все устраивает. И тем более Бейн еще Белку послипал. Тайд Кантер, Рэвэдж, Статик Штор. Забирают у нас Никса. Сейчас, скорее всего, погибнет Тиммер. Забирают его следом. Луна, Экликс, Байбеки. Пошли от саппорта команды Интеритус. Забирают у нас еще и Луну. Трипл килл забирает себе Тао. Ну и Квин оф Пейн, следующая Квин оф Пейн. Блин. Ну, а тут ее встречают. Ставится Кинетик Филд. Приходит Никс, будет давать свой подкоп. Заслипали его. Лина, Станчик, Никс отступает отсюда. Квин оф Пейн пытается отойти. Заслипали. Ну, Дезраптор заслипался, потому что расслипывал. И теперь он погибает после Байбека. Замес в салат был проигран с командой Интеритус. Мало того, что они и отдали очень много героев, так они еще потратили два Байбека. А забрали они только лишь одну Белку. Два Байбека. Это дайбек со стороны Дезраптора. Ну, и теперь чуть ли не на Рошана могли в такой ситуации идти. Но из-за того, что Квин оф Пейн жива, а Тимбер и Луна вот-вот и ресусы, и сами кнопки свои прожали, то есть Тайт Хантер без Реведжа, они все-таки решили, что грамотнее купить какие-то слоты. Ну, и на этом моменте уже успокоиться, закупиться. А не только что крутейший файт, крутейшую дураку для себя выиграли. Это правда. Но вот, честно говоря, я не понял, почему там Худвинг не успели добить. То есть там Худвинг, понятное дело, ее подсейвил Тайтан на Раваге, да? Потому что Равага была слишком в свое время. Да, и Бейн заслипал еще во время потенциального урона. Нет, ну они же ее убили в итоге. Убили. Ну, посредством двумя... Нижнюю башню. Байбек... Двух байбеков, точнее. Теперь это еще и Рошан. А кнопок-то у команды Инкоритус нет. Там нет Соник Уэйва, там нет Эклипса. Это Фри Роша. Ну, они все равно даже сейчас перегруппировались, подрекенились, заходят на Рошана. Луна, БКП имеется, но нет Эклипса. И да, да, сейчас будет уже совсем сложный БК. Кстати, обрати внимание, Гирокоптер все-таки Сатаник себе собрал первым слотом. Ну, потому что настолько все хорошо, что вроде как он из-за этого и собрал, потому что не дается контроль в него и так далее. И он чувствует, что может себе позволить вот именно через такую... Ну, он все равно соберет, хотя в ситуации, когда ты чувствуешь, что тебе уже совсем ничего не нужно, зачем тратить деньги на БКБ, если можно условно подумать про артефакты на урон, на выживаемость другие. И хотя бы, мне кажется, все равно БКБ, оно помогает убивать, и Никсан на топе забирает Лерина. Сейчас у нас будет драка за Церква Тавра в неде. Да, потом Аванпостики, Тавра второй снизу заберут еще. То есть Аегис пытается полностью реализовать команду Горилл и Спрайд. Больше 8000 преимущества уже, поэтому, да, и этих ребят ужасно ведь будет крайне-крайне тяжело. 2700 КПУ Гирокоптера, плюс ко всему 20 белого урона, даже больше 21 белый, ой, урон, армор, прошу прощения. Вот, и по штормам по ветке взял плюс два залпа флэккэнон, плюс трестный радиус, ну, действительно, он на урон и на радиус этого урона. Появился Лотос Орб, то есть здесь на самом деле теперь сбрасывать те же шадоустрайки, квапы будет гораздо проще, негативные эффекты всякие и так далее. Поэтому Лотос, конечно, максимально приятная вещь. Еще и блинкую, так как ему имеет. Ой-ой-ой, ну, что-то прям тяжело, тяжело идет команда Интерритус. Могут на самом деле сейчас еще и Тимбера здесь очень жестко, конечно, понимаю, что слишком толстый и, наверное, он того не стоит. Так, квапы есть БКБ. Дальше Арчит и Аганимшар. Ну, Т2 снизу отдают, понятное дело, отдали уже и свой ванпост. Ну и дефать надо, ребят. Страна может очень быстро упасть, урон нормальный уже у команды Гориллы Спрайта. То есть там и Лина напиливает, дай боже, каждому. Там же и Гирокоптер с Аегисом. 150 белого урона, да. Здесь вынуждены прожимать глиф и как-то пытаться принять эту драку. Но должно быть все идеально. Идеальный статик Шторм от Дизраптора, идеальный Соник Вейв и Эклипс. То есть ты должен сбить как-то Финс Грипп Никс, если таковая возможность будет. Ну, сторона падает. Сторона падает и квапа здесь снимает Вижен. Но это все, что она может снять. Ну, разве что может она еще на камеру снять, как падает ее база. Они против Аегис, они хотят играться. Но теперь пойдут на вторую сторону. Какой ситуации делать? Стоит Гирокоптер, просто зонит, расстреливает. И в это время Лина спокойно бьет ТВ-рам. Используется смог. Сейчас будут влетать. Ну, и напоминаю, что за спиной стоит Тейт Хантер, который тоже может влететь. И вот видишь, проблема инициации. А кому пойти вперед? Ну, вот Лотосом снимает, опять же. Сатаник полностью отрегинется. Сатаник. Вторая сторона падает. Но это, судя по всему, ГГ. Потому что, действительно, тут позиционный файт. Очень тяжело будет выиграть команде Интеритус, потому что за спиной под сейвы постоянно. Там и Тайт готов с блинка влететь и с Равагой. Вот, вот, в этом-то и проблема Тимбера. Ты стоишь, ты вроде линию отстоял не так плохо, да, у тебя вроде бы артефакты неплохие, но по игре ты не делал ничего. У вас одинаковый Нетворд с Тейт Хантером, но кого-то будешь бояться в такой ситуации. Так у нас идет, вот, фокус по Герокоптеру. Герокоптер. Успеет ли отрегиниться? У него имеется Сатаник, он отрегился, но забрали. Это Интер и Бэйна, Бэйн, Бэйбэй, Кэцэв, Размен на Дизратор. Элина стоит под БКБ и начинает настреливать. Настреливает у нас по Тимберу, и Тимбера также забирают. Ну, еще пока не пишет Интеритус, ГГ, хотя, почем зря. Тратит свои нервы, свои силы. Ведь потому что, ну, Герокоптера, даже если один раз убьют, он потом встанет, и они все об него убьются, мягко говоря. Ну и третья сторона падает. Плюс ко всему еще и Сатаник имеется. 40 секунд до этого Айегиса у Герокоптера, и погибает у нас Лина. Ну и тратит статик шторм на него. Бай-бай, как Лины. Лина сейчас прилетит, они понимают, что еще имеется Айегис. Дизраптор, зря, конечно, Герокоптер поражал Сатаник, вот когда он уже погибал здесь. Ну, сейчас просто его могут и убить. Герокоптер. Через секунду у него Сатаник. Ну ладно, сторона падает, все прекрасно и так понятно было. Очень быстро падает у нас еще и Тимбер. В лесах гибается человек-товарищ на Дизрапторе. Подловили Папу, но Клопа больше формальный характер уже носит. Ну и команда Горилла Спрайт без труда сделала мега-крипов на 27-й минуте. Ну, а дальше Героч просто будет расстреливать Т4, но чего ждет команда Энтери Т4-7. Понимаю, Лина сейчас подсобит, конечно же, Герокоптер сломают быстро. Ну и вот уже пишут ГГ. Действительно крайне просто сложился этот матч для Гориллы Спрайт. Поначалу неплохо Интери Пус показывали то, что ребята действительно неплохо линии отстояли. По перемещениям в начале вроде тоже макро движения не было, но как только до своих стартовых артефактов добрались команды Гориллы Спрайт, там все началось очень и очень больно. Поэтому 1-0 в серии и Горилла Спрайт. Молодцы. Уходим на небольшую музыкальную паузу и вернемся через несколько минут.